Сегодня я показываю, как я делаю хлеб. В ютубе есть много видео, но у меня есть маленький такой секретик, которым никто не расскажет, что надо делать, чтобы хлеб не черствел. Так как я делаю за раз много на несколько дней и чисто случайно я нашла такой способ, чтобы он не черствел. Вот наша закваска. Но это уже не закваска, это уже опара, ее здесь много. Вот она поднялась, осела за ночь, ее много и поэтому чем больше, тем лучше будет идти процесс. Я беру чистую баночку, чтобы оставить на следующий раз, не делать с нуля закваску, это уберу в холодильник, будет стоять в холодильнике. Это просто выливаем. Ну так как я женщина экономная, все выберем изнутри банки, потому что как ни старайся, все равно все оттуда не уйдет. Я беру воду, лью где-то пол литра. У меня все не точно, все на глаз. Называется не смотрите те, кто любит точность. У вас здесь будет нервный срыв. Вот таким способом. Испачкавшись. Дальше. Мой секрет. Это камбучо. Я провела эксперимент просто для улучшения хлеба, но оказался еще другой эффект. Хлеб практически не черствеет. Он может лежать 3-4 дня и как будто вы едите свежий хлеб. Полностью одну камбучу. Я проводила эксперимент опять же. Немножко кисловатый хлеб. Сам процесс брожения, еще камбуча кисленькая, и поэтому я пришла к выводу, что нужно разбавлять водой. Тоже где-то наливаю пол литра. Если вдруг я много брошу муки, можно добавить. Дальше. На это количество где-то на литр я ложку соли. Каждый, конечно, должен для себя вывести идеальный рецепт. Нам достаточно этой ложки, немного, не мало. Дальше. Если вспомнить обородинский хлеб. Там можно добавить и укроп для запаха. Опять же на глаз. Нервным не смотреть. Кориандр у меня молотый. Ну и посыпали сверху тмином. Я просто внутрь немножко. Много не надо. Также у меня это все перемешивать надо, чтобы консистенция была одинаковая. Вот у меня еще стоит лен. Лен можете прочитать. Я думаю, что многие знают. Это семена очень полезные. Я их бросаю. Сюда сыплю. Потому что, если разорваться, мука, она никакой полезности не несет. Это углеводы. Но так как мы привыкли, все заставляли когда-то есть хлеб, была такая реклама в советские времена. Хлеб это наше богатство, наше здоровье. Ну а если сейчас узнавать, читать, то оказывается не такое-то и богатство. И так как сейчас я делаю хлеб, я обещала рассказать, почему у нас именно ржаной хлеб. Если вы будете читать, узнавать, и знают многие. Вот моя уже просеянная мука в муке пшеницы и в муке ржаной. Ну и это не только в муке, это и в других крупах, кроме пшена и семян лена. Везде есть лектины, которые организм наш уничтожают. Это защита растения от того, чтобы его не съели, если даже съедят, чтобы проросли все-таки семена и жизнь в растении продолжалась. Но эти лектины, этот белок нас уничтожает. И что он делает? В первую очередь, так как он попадает в желудочно-кишечный тракт. Соответственно, идут воспаления, идет ослезнение кишечника. Эти лектины, этот белок, он в ворсинке в тонком кишечнике. Как-то, ну, возможно сравнить, как он щекотурит, как делает, полностью закрывает эти ворсинки. А именно ворсинки в тонком кишечнике берут все полезное от того, что мы едим. И получается, что мы едим, но ничего полезного нам не попадает. А это благодаря вот этим лектинам. Ну, и так как организм защищается, происходит воспаление, происходит ослезнение, а дальше начинаются другие проблемы по организму. Ну, это все, я думаю, вы знаете, это я так пока делаю хлеб. Есть такая книга, 4 группы крови, 4 пути к здоровью. Она у меня очень давно, где-то 2002-2004 года. И там именно говорится, что именно пшеница очень вредна, у кого первая, вторая группа. А у кого третья группа, как раз ржаной хлеб будет вредной. И вот это сейчас, а именно эти лектины, они находятся в оболочке зерна. А сейчас нам рассказывают, что отруби очень полезные. Как раз вот это все, защита этого растения находится... Ну, вот все, больше его нет смысла. Он достаточно. Он не жидкое, но не густое. Если будет жидкое, оно просто сесть может. А так как я ставлю на 7 часов. Почему на 7 часов? Хотя в ржаной муке лектинов где-то 30% от общей массы, если брать пшеницу. Все равно надо 7-8 часов, чтобы вот эти бактерии, эти грибки, этот симбиоз переработал все-таки эти лектины. Для пшеницы, если делать вот таким путем, с закваской, надо больше где-то 24 часов. Я... Конечно, это было бы намного вкуснее, хлеб с шеницей, если добавлять пшеницу хотя бы для разбавления. Но надо ради интереса провести, конечно, эксперимент, но я думаю, что даже вот такой консистенции тесто подымется, осядет за этот период. Но ради интереса надо провести. 48 часов доказано, практически у пшеницы не остается этих лектин, бактерии перерабатывают его. Для ржи достаточно 8 часов, поэтому я оставляю тесто в форме. 8 часов оно у меня. Так, теперь надо руки помыть и смочить, чтобы выкладывать в форму. Форму может брать каждый такую, какую ему хочется, какую ему удобно. Я вот сегодня показываю вам на такой форме. То есть руки влажные и выкладываю тесто. Вы видите, что у меня внизу нет низа от этой формы. Тоже, наверное, много какой-то. А просто мука. Я видела одно видео. Немка делала ржаной хлеб. Там все на муке. Никакого масла подсолнечного, как у нас привыкли. Все с маслом. Вот. И оставляю на 8 часов. Оно подымется, потом будем выпекать. Будем выпекать, но я его ставлю опять же в темное место. Это просто в духовку. Ничем не накрываю, ничего не делаю. В духовке темно. Сейчас тепло. Все нормально будет. 7 часов прошло. Будем разогревать духовку. И стоит ставить запекаться. Потом посмотрим, что получилось. на святое. Ну вот. Хлеб готов. Прыжки снимаются. Резать сейчас его не надо. Надо, чтобы он остыл. Резать только уже завтра утром. Считается, что хлеб еще заходит. Надо поставить на какую-то подставку или как-то так боком, чтобы воздух иначе будет здесь влажность. Какая-то идет реакция. Получается такая булка хлеба. Вот у нас получилось две такие булки ржаного хлеба на закваске. Мы уже лет восемь я его делаю. Наша семья уже к этому хлебу привыкла. Магазиновский хлеб мы уже не покупаем. Раза два пыталась дочь принести. Пробовали, бросали. Это для нас уже, знаете, как сено-солома. Бескусный запах плесени. Поэтому мы на этом хлебе уже плотно сидим. А главное, что он сейчас, после добавления чайного гриба или комбучика, кому как он нравится, он абсолютно не черствеет. Он до последнего 3-4 дня мы его едим как свежий хлеб. Поэтому для нас это вкусно и не настолько вредно, чем если бы покупали пшеничный хлеб в магазине на этих современных дрожжах. Поэтому пробуйте, если будет желание. Подписывайтесь на наш канал. Возможно, что-то еще интересное снимем. До свидания. Будьте здоровы. До новых видео! Продолжение следует...